В 1956 году в посёлке Электроизолятор по типовому проекту построили школу. Радости всех учителей, учеников и их родителей не было предела. Коллектив пополнялся молодыми педагогами. Начался новый подъём работы и в школе, и среди населения. В зале первые выпускники. Аттестаты о среднем образовании получили полвека назад, но дружат до сих пор. Вот эта школа, она уже нам как бы не очень родная, нам более родная та старая школа. Тем более, что в первый класс мы пошли ещё в Турыгинскую школу, а во второй класс, помню, осенним утром мы перешли сюда. Конечно, в то время школа, это был какой-то дворец на всей нашей местности. И все лучшие годы, конечно, школьные мы провели в той старой школе, которую мы очень любим. Расставаться, конечно, было очень тяжело, но вот школа нас очень сдружила. Здесь преподаватель физкультуры Смазнов Анатолий Николаевич, он до сих пор жив-здоров. Он занимался с нами, значит, очень серьёзно физическим воспитанием. Зимой обязательно по два часа лыжи, обязательно приходили. После лыж нужно было делать контрольные по алгебре, по геометрии, по химии и так далее. Все никак не могли собраться, но это нам дало, значит, импульс такой, что мы дальше, значит, по жизни достигли того, что мы достигли. Новохаритоновская не просто школа, а с углублённым изучением отдельных предметов. Расположена на кжельской земле. Именно поэтому с 1972 года здесь началась производственная практика с ориентацией на изготовление художественного кжельского фарфора. Этому в большей степени помогал директор объединения кжель Виктор Михайлович Логинов. Благодаря своим успехам дети осваивали многие профессии. И, конечно, школа гордится своими выпускниками. Я пришёл сюда в первый класс, в старую ещё школу. Мы были первочками, и вот у нас такой вот прекрасный юбилей. А фактически я не знал тогда, что моя судьба более 20 лет напрямую будет связана с народным образованием и с нашими вот школами, которые у нас были в сельском округе. Когда меня избрали председателем исполкома Новохаритоновского совета, ну и понеслось. Вот эти все годы немалые, очень много пережит, очень много интересного, очень много событий. Это и поддержка материальной базы школы, и, конечно, с большим трудом. Но вот мы сегодня находимся в прекрасном здании. Я очень рад, что я принимал непосредственное участие. И мы построили эту великолепную школу. Валентина Афанасьевна Малкина начинала свою трудовую биографию с работы пионер-вожатой. С 1990 года она директор Новохаритоновской школы. Умело возглавляет коллектив педагогов, который творчески осуществляет учебно-воспитательный процесс с учетом новых условий развития общества. Мне очень приятно вручать этот знак. Ну, у нас очень приятная домашняя обстановка. Я его здесь ощущаю. И я думаю, что для любого руководителя очень важно крепкое плечо рядом. А когда это крепкое плечо для женщины руководителем мужчина, то это дорогого стоит. Я вот с огромным удовольствием сейчас вручаю знак главы Раменского муниципального района за трудовые заслуги Малкину Алексею Михайловичу. Школа как некое единство, такое вот связи поколений. И мы это ощущаем вот воочию в нашем сельском поселении. Сегодня приглашены гости. Сегодня у нас в зале ветераны педагогического труда, те, кто закончил педагогическую деятельность, работая в школе и ушел на заслуженный отдых. Сегодня мы специально пригласили, старались пригласить всех медалистов нашей школы за эти 60 лет. Их у нас на сегодняшний день 154. И поэтому вот мы всех сегодня объединяем этой радостью, желаем всем вот самых приятных воспоминаний о школе, вот уверенность в своей жизни чувствовать, опираясь на то, что получили в школе. Как однажды сказала Валентина Афанасьевна, у Новохаритоновской школы нет своего здания. У нее есть свой архитектурный ансамбль. Здесь все предусмотрено для того, чтобы дети занимались в различных кружках и секциях. Главный акцент делается на творчество и спорт. А результаты не заставляют долго ждать. Потенциал у школы огромный. И вот хочу сказать, вот этот замечательный праздник, что школа – это наша семья, наша большая семья сельского поселения Новохаритоновской. И радости, и горести у нас общие. И вот то содружество родителей, учеников и педагогов, и поселения, конечно, дает свои результаты. Я думаю, так будет и дальше. Мы будем делать все возможное, что в наших силах, с тем, чтобы наша школа Новохаритоновская двигалась вперед, вперед в будущее. Школа славится. Она одна из крупнейших сельских школ в системе образования Раменского муниципального района. Региональная инвестиционная площадка. Очень активно дети участвуют во всех спортивных соревнованиях всевозможного уровня. Мы каждый год их поздравляем с победой в проекте губернатора «Веселые старты». В школе учатся ребята не только из деревень Новохаритоновского сельского поселения, но и из далеких поселков – Кураское, Тамилина, Красково. Там есть школы и поближе, но дети ездят в Новохаритоново. Эта школа очень нравится. Она позволяет, ну вот с этими роботами даже. Я вот в другой школе переехала недавно, вот в других школах этого не было, а тут прям нашел для себя целое занятие, увлечение. Ну мне эта школа очень нравится. Я бы ее не поменял на другую. Хорошо. Сегодня у школы замечательный юбилей. И сегодня будут поздравлять всех учителей, всех учеников. Что бы ты хотела им пожелать? Ну, чтобы добивались своих успехов и учились хорошо, самое главное. И рады для своих учителей. На игорчали их. ПЕСНЯ Александр Винченко и Ольга Скрябина для программы «Городские вести».